Многоуважаемый Константин Фёдорович Затулин С подробностями моей биографии вы можете ознакомиться на моем сайте. Обратиться к вам меня побудила трагическая ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, древнем армянском крае. Моя жизнь так сложилась, что я, не будучи армянином, в моих жилах течет немецкая, русская и грузинская кровь, довольно тесно связан с Арменией и хорошо знаю армянскую историю. Вот уже более 30 лет я пристально слежу за развитием событий в Закавказье и должен признаться, что это развитие все более и более вызывает у меня тревогу. Как русский интеллигент, в лучшем смысле этого слова, я не могу принять ту политику, каковую преследует российское руководство в армянском вопросе еще со времен Горбачевской перестройки, то есть с начала Карабахского движения. Вместо того, чтобы исправить преступные ленинско-сталинские границы между Арменией и Азербайджаном хотя бы в отношении Нагорного Карабаха, советское, а затем российское руководство все эти десятилетия действовало по принципу «разделяй и властвуй», нисколько не заботясь об исторической справедливости. Кульминацией этой политики стало очередное предательство России и своего стратегического союзника Армении перед лицом недавней варварской азербайджанско-турецкой исламистской агрессии против Нагорного Карабаха. Нынче имел место откровенный сговор России, Турции и Азербайджана против Армении, поскольку Нагорный Карабах, включая и так называемые азербайджанские районы, вокруг него освобожденные армянами с 1991 по 1994 годы. Это также исконные армянские земли исторического Арцаха. Капитуляция, которую подписал Пашинян под беспрецедентным нажимом указанного триумвирата, означает не только дальнейшее раздробление армянской территории по принципу создания тюркских анклавов, по примеру, бывшие армянские Нахичевани, но и самое главное расширение коридора между Турцией и Азербайджаном. Россия таким образом своими руками открывает своему давнему стратегическому врагу Турции путь к созданию Великого Турана, вплоть до китайского Синьцяна. Излишне говорить, чем это может обернуться для России, для ее влияния на Среднюю Азию и еще ближе, на преимущественно мусульманский Северный Кавказ, а также на тюркский Татарстан и Башкирию в сердце России. Сто лет назад Ленин подружился с Ататюрком и подарил ему армянские Карс и Сурмалу с горой Арарат, символом Армении, а его младшему брату Азербайджану армянский Нахичеван. А в 1923 году Сталин подарил еще и армянский Карабах. Российские большевики надеялись на дружбу с Турцией. Все мы знаем, что принесла Россия СССР эта дружба, впоследствии фарпост НАТО. Почему же теперь, после такого исторического опыта, президент Путин повторяет эту стратегическую ошибку Ленина и Сталина, вновь заигрывая с Турцией и Азербайджаном за счет цивилизационно намного более близкой нам, традиционно дружественной христианской Армении? Интересы бизнеса, торговать можно и с людоедами, перевешивают более дальносрочные, стратегические, не говоря уже о духовных, интересы. Эрдоган одержим идеей Великого Турана, а также воссоздание Османской империи, сейчас он не в ладах с Западом. По последней причине Путин готов простить ему и его поведение в Сирии и Ираке, на Кипре и по отношению к православной Греции, готов и пожертвовать ему Армению, потому что Карабах – это Армения. Это весьма близорукая политика, чреватая для России тяжелыми геополитическими последствиями. Многоуважаемый Константин Федорович, я знаю, что ваша позиция в карабахском вопросе близка моей. Поэтому пишу вам это письмо и прилагаю к нему в прикрепление некоторые мои другие материалы. Прошу вас по возможности довести их до сведения российского руководства и прежде всего президента Российской Федерации, господина Путина. С большим уважением к вам. Александр Евгеньевич фон Ден Бринкен Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Руководитель Института стран СНГ Константин Затулин ответил на обвинения российского журналиста Максима Шевченко в материальной заинтересованности из-за поддержки Нагорного Карабаха. Шевченко, известный своей прозербайджанской позицией, периодически выступает с эксцентричными заявлениями на карабахскую и в целом армянскую тематику. Ранее Затулин советовал любителю бакинских парадов Шевченко зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В ответ журналист заявил о яростной поддержке Затулиным изгнания азербайджанцев с их семель. В связи с этим и другими высказываниями пресс-служба российского депутата выступила с заявлением, в котором политик решил напомнить о своей принципиальной позиции в карабахском вопросе, начиная с 1994 года и дать емкий анализ образа Шевченко. Конфликт по Затулину должен был быть решен только мирным путем в результате пакетной договоренности возвращения Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на признание самоопределения Нагорного Карабаха. Затулин тем и отличается от многолекового господина Шевченко, что всегда считал и считает, что армяне, бывшие на Горно-Карабахской автономной области, НКР, Республика Арцах, имеют никак не меньше прав на свое самоопределение, на свободу и независимость, чем население Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Донбасса или Крыма. Они подтвердили это, пройдя через конфликт, начавшийся еще в составе Советского Союза, говорится в заявлении. А то, что произошло в конце прошлого года и побуждает Шевченко изновать от восторга, это, как отмечается в заявлении, грубое нарушение Азербайджанам и стоящей за ним Турцией, достигнутого с российской помощью в 1994 году режима прекращения огня, отказ от мирного пути разрешения конфликта. Черного кобеля не отмашь добела. И каких бы успехов не достигали друзья Шевченко на Кавказе, вопрос о самоопределении армянского населения Нагорного Карабаха это не снимает. Эту позицию мир путем компромисса, самоопределения и свобода в обмен на районы Затулин не меняет все 27 лет с 1994 года, в чем легко убедиться в сотнях материалов СМИ, отмечается в заявлении. По словам Затулина, Шевченко лжет, когда запускает не былицы, а материальной заинтересованности, Затулина в поддержке Нагорного Карабаха. Он отметил, что у самого Шевченко нет принципов, которые заставляли бы его выступать бесплатно. Но вопрос в другом, зачем же все переносить с больной головы на здоровую? Политик признался, что друзья советуют ему не пачкаться в публичной ссоре с персонажем, для которого пиар дороже чести. Он их понимает, но не может. Мерзавец, способный ерничать по поводу бабки Маргариты Симоньян, уж не бежала ли она в Россию от геноцида на подводной лодке, не должен торжествовать вместе с заказчиками. Мы уже слышали от других подобных, что евреи сами сожгли себя в печах Бухенвальда. Чем это отличается от рассказов про армян, которые сами себя перебили и выселили в годы геноцида в Османской империи? «Если все мы чего-нибудь стоим, шевченки не могут являться в русском обществе рукопожатными», считает Затулин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова